Умные браслеты, умные часы, смартфоны умнее человека, теперь умные кроссовки. Умные кроссовки Xiaomi. Вы нигде не видите надписи Xiaomi? Да потому что Xiaomi сама кроссовки не производит, они только берут продукт и, грубо говоря, продают под своим брендом. Производит эти кроссовки компания Lening, очень крупный, известный китайский производитель, спортивная одежда и обуви. Прежде чем я начну в них ходить, они потеряют красивый вид. Давайте посмотрим, как они выглядят изначально из магазина. Это левый кроссовок, это правый кроссовок. Также здесь есть гель для впитывания влаги и вот такая вот коробочка. Что умного в этих кроссовках? Да, на самом деле ничего, просто смарт-слово сейчас очень популярно. Вытаскиваем, как всегда, вот эти вот бумажки, которые держат форму этим кроссовкам, пока они транспортируются. И поднимаем стельку. Под стелькой находится, под стелькой левого кроссовка ничего не находится, этот кроссовок не станет умным. Это просто будет кроссовок, надетый на левую ногу. Ладно, вытаскиваем эти бумажки из правого кроссовка и также поднимаем стельку. И здесь под стелькой мы видим, видите, вот там вот язычок, за который надо дернуть. Дергаем за язычок и вытаскиваем вот такую вот заглушку. Это просто резинка. И вот теперь, как сделать правый смартфон, правый кроссовок умным. Еще идет вот такая вот коробочка. А вот коробочка по оформлению, согласитесь, похожа на Xiaomi, и в коробочке лежит как раз то, что позволяет производителю написать смартфон. Вот это вот фигулинка. Вот. На самом деле здесь стоит примерно такой же шагомер, как вот в этом вот браслете. И эти кроссовки измеряют шаги и, соответственно, приложение, Xiaomi, приложение. То же самое приложение, которое работает вот с этим браслетом, анализирует, сколько вы прошли. И считает, сколько калорий потратили. Так, вставляем. Аккуратно только надо вставлять, чтобы язычок туда не провалился. Куда вставляем? Ничего вставлять еще не надо. Это же приложение надо, в смысле, надо зарегистрировать же. Вот здесь вот есть QR-код, который надо отсканировать. Вот этим вот приложением открыть. Сейчас обратно. Понятно. Приложение только-только обновили. Возможно, в этом приложении уже есть поддержка этих ботинков. И вот это вот браслета со считывателем пульса. Так, подключение. Окей. Ну, а пока тут все у меня подключается. Посмотрим на качество. Китаем не пахнет. А что качество? Для того, чтобы проверить качество, на самом деле, надо много-много ходить и уже потом смотреть. Удобно, неудобно, насколько быстро износится. Я ношу 44-й. Это 45-й размер, потому что 44-й мне оказался немножко тесноват вот здесь вот. А по длине 44-й подходил, 45-й тоже подходит. Пальц как раз там, где нужно. Так. Приступим к работе. Вход. Используйте. Окей. Сейчас. Топ-топ-топ-топ. Как вы думаете, что точнее будет измерять шаги? Браслет или умный элемент кроссовка? Мне вот кажется, в кроссовке должен точнее измерять. Но, знаете, что интересно? Что умный браслет, что вот эти вот умные часы измеряют шаги абсолютно одинаково. Разница минимальна. Сначала этот зажужит, что прошел 10 шагов, потом часы, либо иногда наоборот. То есть, можно считать, что абсолютно одинаковый механизм подсчета шагов. И опять разочарование в китайском софте. Точнее, в их... Я не понимаю, почему так делают. Вот, есть QR-код, который написано, надо скачать отсюда приложение, установить его и пользоваться этими кроссовками. Ничего подобного. Приложение, которое по этому QR-коду, которое находится в Play Маркете, не работает с этими кроссовками. Поэтому качать приложение надо по ссылке, которая есть в описании, с официального сайта Mi.com. Не волнуйтесь, ни на какой вирус я вас не пошлю. Вот оттуда надо скачать, зарегистрировать, а потом измерять шаги и смотреть, сколько вы их сделали. Ладно, я побежал. Мне пора, пора, пора. Вот он, умный кроссовок. Идея давно не нова, китайцы просто ее снова решили поэксплуатировать. Кроссовок, как кроссовок. Написаны вот размеры, QR-код есть, дизайн в Пекине сделан, изготовлено в Китае. Я очень рад, что выбрал 45-й размер, а не 44-й, потому что 44-й мне реально были бы маловаты. Понятно, что немножко потом разносятся, примут форму ноги, и тогда будет совсем замечательно, пока в некоторых местах даже 45-й мне поджимает. 44-й совсем бы не подошел. Про качество материалов, о, в какашку вступил, говорить пока рано, это нужно долго-долго их носить. А вот про шагомер уже можно и поговорить. Первый день тестирования закончен, и показывает, что я прошел 10 тысяч шагов. Чуть-чуть больше, но можно еще вот так вот немножко накрутить, для того, чтобы вы могли посмотреть, что в реальном времени практически изменяется количество шагов. Прошел я 7 километров, потратил 495 килокалории. Вот здесь вот написано, вы установили новый рекорд, понятно, потому что первый день тестирую, понятно, что новый рекорд. И еще есть такая интересная информация, когда он синхронизирует данные, пишет, например, вы шли в течение 12 минут, прошли 449 метров, сожжено 30 килокалорий. Или вот интересно, вы были активны 42 минуты, прошли 1,6 километра, сожгли 12 грамм жира. На мой взгляд, это интересная информация, не знаю, насколько правдивая, но вот так вот. Шаги измеряет вот этот шагомер, но сколько мы прошли километров, считает приложение. Без приложения это просто счетчик. Приложение измеряет, сколько вы прошли километров, сколько вы сожгли калорий на основании вашего веса, роста, возраста и некоторых других параметров, которые вы задаете в настройках. Есть маленький нюанс. Вот это, будем называть это умная обувь и браслет. Они занимаются практически одним и тем же. Подсчитывают шаги, но есть небольшая разница. Смотрите, когда мы ходим по дому, мы разуваемся, поэтому дома шаги считаться не будут. Для спортсменов это важно, потому что им главное, сколько они под нагрузкой ходили, лишнего не будет. А браслет, недостаток в чем? Если мы ходим с ним по дому, считаются шаги. А если мы ходим на улице, мы можем еще нечаянно так рукой трясти. Ногой же мы не трясем, когда стоим. И поэтому ложных срабатываний, на мой взгляд, в счетчике, установленном в обуви, должно быть намного меньше. Но, опять же, меньше, больше, видите, 10 тысяч шагов. Если посмотрите вот на эти часики, что они не загораются-то, видите, горят абсолютно все стразики Сваровски. Е-мое, давайте горите, не вижу. Видите, горят все стразики Сваровски. Это значит, что я тоже прошел 10 тысяч шагов. На самом деле не 10, а 9 900 с чем-то там на данный момент. Но это очень близко. Браслет показывает то же самое. Почему шагомер, встроенный в обувь, насчитал мне шагов немножко больше, чем эти счетчики, честно, не знаю. Вот этой накруткой, которую вы только что видели, я начал заниматься только вот, только, только, только. Что можно еще делать с этим приложением? Ну, вы видели, что показывает активность, когда была. Понятно, что показывает по часам. Можно посмотреть, в какой час, сколько прошли. Вот, давайте, с часа до двух, нет, вот, с часа до двух я сделал 484 шага калорий. Все, можно объединить по неделям, по месяцам. Все то же самое, что для браслета. Но браслет и шагомер немножко взаимоисключающие. Если их подключить можно одновременно, но показывает только одно. Например, сейчас я Mi Band отключил, для того, чтобы показывал именно вот этот шагомер. Если я включу умный браслет, то будет показывать результаты с умного браслета. И поэтому, например, я сейчас не могу показать, сколько ночью спал, потому что отключен браслет, нет коннектора, говорит. Почему так сделано в приложении, я не знаю. Возможно, чуть позже допилят, и тогда можно будет использовать и пульсометр. Кстати, в этом приложении уже можно измерять пульс, в отличие от того, которое лежит в плей-маркете. И скорость, и все-все, и GPS-треки там рисовать. В общем, чуть-чуть им осталось доработать и создать такую инфраструктуру для настоящих спортсменов. Ну, а что, вес есть, пульс есть, шаги есть, килокалории есть. Что еще нужно для тех, кто именно занимается ходьбой и бегом? Честно говоря, даже не знаю. Пишите в комментариях, я продолжаю тестирование, и посмотрим, приведет ли вот эта надпись. Вы сожгли 12 граммов жира к тому, что мне захочется больше и больше сжигать. Может быть, сожгу. Ну, и понятно, что в этом приложении можно сравнивать свои результаты с друзьями, соревноваться, кто больше сегодня прошел. В общем, такая игра в реальном мире, а не то, что застрелил кого-нибудь. А, я сегодня убил 10 человек, а я сегодня прошел 7 километров. А вчера 15, а позавчера 20, а завтра пройду 30 и буду здоровым человеком. Посмотрим. Но тенденция, честно говоря, мне нравится. А если вдруг компания Xiaomi выпустит умные трусы или умные презервативы, я их тоже буду тестировать, потому что это электронные гаджеты, а гаджет Летник Ком это канал именно о них.